Глубоко уважаемые Брезидиум, коллеги, разрешите с вами сегодня поделиться нашим опытом именно сложности дифференциальной диагностики гематологической токсичности. Почему сложности? Потому что данный вид токсичности встречается крайне редко. Мы сегодня с вами прослушали замечательные доклады про редкое осложнение. Наталья Владимировна нам рассказала, Светлана Игоревна про пульмониты, которые встречаются всё-таки более часто, кожная токсичность, с которой мы уже знакомы и знаем, как себя вести. Потому что эти осложнения более частые. И, к сожалению, гематологическая токсичность встречается крайне редко, поэтому всегда есть настороженность. Действительно ли это истинная гематологическая токсичность, связанная с проведением данной терапии? И разрешите представить свой случай. Пациентка с июня 2018 года болела, у неё был выражен сухой кашель, который долго не купировался ничем, самостоятельно выполнила компьютерную томографию органов грудной клетки, где было выявлено образование в корне правого лёгкого. В дальнейшем она была отправлена в профильное учреждение для верификации данного образования, но, к сожалению, биопсия была неинформативна. Затем повторили эту оркоскопию с биопсией, и опять неудача, материал повторной биопсии также неинформативен. Пациентка потеряла надежду, наверное, на учреждение на территории Российской Федерации, и была такая финансовая возможность, она обратилась к специалистам в Германии, и там выполняется аспирационная биопсия под контролем эндопрохиального ультразвукового исследования, и гистологическое и иммуногистохимическое исследование гласит, что это опухоль из оболочек периферических нервов. Казалось бы, все просто, да, обследовали, выполнили МРТ головного мозга, где выявили единичный очаг в височной доле, в правой. Выполнена остеосантография, где было выявлено достаточно обширное поражение костей. Ну, бывает поражение специфическое головного мозга при саркомах, да, бывает. Может быть, не так часто, как при других локализациях кости достаточно часто, и образование в легких. Вот так вот выглядела ее компьютерная томография на момент постановки диагноза изменения в легких. Потом пациентка была до обследования, была выполнена компьютерная томография еще брюшной полости, и обратите внимание, что было выявлено достаточно большое поражение печени. Хочу вернуться к предыдущему слайду и сказать, что пациентке, учитывая иммуногистохимическую верификацию и гистологическую, напомню, опухоль заболочек периферических нервов в Германии, было предложено следующее лечение зарегистрированное. Это первая линия, комбинация доксорубицина с аллопорибом. Пациентка самостоятельно оплачивала свое лечение, было выполнено 4 цикла, достаточно тяжело переносила, была выражена гематологическая токсичность, остыния. И после 4 цикла было зафиксировано прогрессирование процесса, и больная возвращается в Санкт-Петербург. Понятно, что перед началом специфического лечения в профильном учреждении мы отправляем материал биопсии легкого на пересмотр и на выполнение иммуногистохимического исследования. Обратите внимание, что мы получаем. Мы не исключаем, что это опухоль из оболочек периферических нервов, но и, возможно, это метастаз десмопластической беспигментной меланомы. Достаточно интересно, совершенно по-другому развиваются события, где опухоль из оболочек периферических нервов, где образование опухоли беспигментной меланомы. Совершенно два разных диагноза и, несомненно, принципиально разное лечение. Пациентку стали прицельно расспрашивать, были ли какие-то образования на спине, удаляла, не удаляла. И тут она вспомнила, что в 2012 году одно было образование на спине, которое иссякли. Было гистологическое заключение, которое гласило следующим образом, что это беспигментное образование кожи спины. Тогда запросили материал повторно для пересмотра в учреждение профильном. И обратите внимание, что мы получили, что это была беспигментная меланома, узловая форма с изъязвлением инвазия по кларку 4, толщина по бреслу 5, методическая активность 6 метозов и достаточно выраженная лимфоидная инфильтрация. Выполнено было молекулярно-генетическое исследование, брав мутации, к сожалению, не было выявлено. И такая пациентка поступает к нам на отделение. ИКОК пациентки был 2. Хочу отметить, что при ее уже обследовании ИКОК, скорее всего, был связан именно с не распространенностью процесса, хотя, несомненно, какую-то часть и с достаточно большим поражением печени. У нее сохранялась анемия, которая переходила из предыдущих циклов химиотерапии на втором, на третьем, на четвертом предыдущей линии. После коррекции анемии, гемотрансфузии и препарата железа уровень гемоглобина был повышен до 127. Биохимические показатели были проявления печеночной недостаточности второй степени. Коголограмма была в пределах нормы. После коррекции гипоальбуминемии мы предложили данной пациентке иммунотерапию неволумабом 3 мг на килограмм в стандартной дозе и стандартный режим введения. Ну и если посмотреть, конечно, абсолютно поменялся ее диагноз. Это беспигменная меланома кожи спины, нерадикальное сечение. Прогрессирование августа 2018 года. Не могла убрать из диагноза первую линию, потому что она уже, к сожалению, была у данной пациентки. И не знаю, почему наши коллеги не использовали локальный метод воздействия. Перед началом лечения пациентка получила стереотоксическую лучевую терапию на данный очаг специфического генеза в головном мозге. Последнее введение перед возникновением того интересного, как мы считаем, нежелательного явления гематологического было 6 февраля. Обратите внимание, что тромбоциты перед началом введения были 181. Абсолютно нормальный уровень гемоглобина. И как мы скоррегировали с двойки до единицы. При достаточно таком обильном поражении печени, я считаю, что абсолютно адекватные у нее показатели. Первая и вторая степени повышения ЛТСТ. И абсолютно нормальная коагулограмма. 6 февраля было введение. Через несколько дней, перед тем, как пациентку отпустить домой, при осмотре была выявлена геморрагическая сыпь. Казалось бы, данный вид токсичности мы привыкли видеть на высокогематологических схемах. И, наверное, поожидали на том же доксорубицине, даже в комбинации с аллопарибом. Но совершенно не ожидали увидеть такую гематологическую токсичность на иммунотерапии. И тут, конечно, мы взяли повторно клинические биохимические анализы крови. И посмотрите, тромбоциты составили 47. Позвольте вернуться к предыдущему славанду. И напомнить, что тромбоциты перед началом введения были 181. Незначительно изменились показатели общего белка, ЛТСТ. И коагулограмма была тоже в пределах нормы. Никаких значимых изменений не было. Конечно, мы впервые, наверное, в нашей клинической практике столкнулись с таким нежелательным явлением. И мы не могли не задуматься над тем, с чем связано данное нежелательное явление. Возможно, это прогрессирование. Могло быть, да, абсолютно точно. Потому что у пациентки достаточно большое поражение было и легких, и печени. И, возможно, при дальнейшем прогрессировании у нее могла развиться печеночная недостаточность, как следствие тромбоцитопении. Может быть, это аутоиммуногепатит на фоне иммунотерапии, что тоже повлекло развитие дальнейшей гепатотоксичности. А, возможно, это какое-то для нас на тот момент все-таки редкое, но, тем не менее, описанное нежелательное явление – тромбоцитопения. Мы выполнили контрольное обследование, исключили прогрессирование заболевания. В дальнейшем обратились к все-таки рекомендациям и определенной статистике, как часто все-таки возникают у нас гепатиты аутоиммунные, и какие цифры при возникновении дальнего нежелательного явления. Ну, не 140, не 120 – это достаточно более высокие значения, поэтому данное нежелательное явление мы тоже исключили. Ну и, конечно, когда ты встречаешься с чем-то неизведанным, ты сразу начинаешь искать, думать и вспоминаешь, какие же более редкие нежелательные явления у нас встречаются. И понятно, что, исключив прогрессирование, исключив аутоиммунный гепатит, мы остановились на версии аутоиммунной тромбоцитопении. Учитывая то, что пациентке было не только тромбоцитопении, напомню, геморрагический синдром, мы провели ей гемотрансфузию, назначение было глюкокортиков стероидов, стандартной дозе для купирования иммунопосредственных нежелательных явлений. Обратите внимание, после гемотрансфузии мы проконтролировали тромбоциты, они были 78, продолжили терапию глюкокортикостероидами в прежней дозе. Тромбоциты через 10 дней составили 126, через 18 дней – 260. Биохимические показатели крови даже снизились на фоне нашего лечения. Коагулограмма была в норме. Пациентке данной была продолжена терапия неволумабом. Резюмируя свое сообщение, хочу сказать, что у пациентов с таким достаточно большим распространением, и не стоит сразу думать, что данное нежелательное явление, такое как тромбоцитопения, может быть связано с прогрессированием заболевания. Стоит нам с вами задуматься, мы все работаем в команде, лишний раз спросить, возможно, советы у тех же гематологов, и не отменять завидомо-эффективное лечение у данных пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо.